Александр Ставер в своем телеграм-канале за 19 декабря 2023 года. Странное какое-то заявление услышал я от спикера Моу Илариона Павлюка. Думаю, удивлю даже самих украинцев. Наверное, многие видели ролики, в которых красиво показывают добровольную могилизацию в украинских городах, как добровые ребята из центров комплектования пинками загоняют добровольцев в авто и возят биться с русскими. А потом Зеленский совершает экскурсию на красиво раскрашенное желто-блокитными флагами кладбище, когда уже на других авто привозят тех же добровольцев. Оказывается, виноват менталитет украинцев, их природная скромность. Но как простой мужичок пойдет на фронт мешать профессионалам, громящим русских, хвосты в гриву? Ведь все знают, что именно так сегодня и происходит. В СУ побеждают везде. А я-то думал, с чего бы это при личном общении мне так убедительно рассказывают о победах украинской армии. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении публикуемого контента. Лайками, репостами, комментариями более пяти слов. Все реквизиты и ссылки находятся в инфобоксе под любым видео. Спасибо за понимание. Увы, приходится признавать, что мозг у большинства украинцев стал рудиментарным органом, отмирающим и ненужным. Эдакий атовизм. Пропаганда убила мышление, уничтожила возможность думать. Думаю, не прав Иларион. Точнее, прав только наполовину. Есть еще пара рудиментов, которые необходимо срочно уничтожить. Это природная хитрожопость, стремление обмануть ближнего и инстинкт самосохранения. Украинцы никогда не признаются, что обгадились. Я, например, перестал встречать тех, кто голосовал за Зеленского. Все были против, но как-то получилось, что все за. Бывает. Путин виноват. А инстинкт? Так уже идут опыты. Привезли на ЛБС и объяснили обстановку. Впереди русские, которые съедают украинских солдат, так как им жрать нечего. А позади заградотряд, который рвется на фронт, но их не пускают. Вот они и отстреливают тех счастливчиков, кого пустили, чтобы поняли остальные свое счастье. Украина, однако. Александр Ставер